МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он играет на арфе, и для него арфа сегодня главная спутница. Музыкант-виртуоз Александр Балдачев побеждает на международных конкурсах и гастролирует по всему миру сольными концертами. Ему всего 26 лет, и на свое будущее Александр смотрит оптимистично. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Арфа древнейший инструмент, 4000 лет даже больше. Это прародитель арфа охотничий лук. Вот как звучит на тетива на луке, так и на арфе. Вот тоже самый остался эффект. И при этом абсолютно современный инструмент. На нем такие же возможности, как на рояле. Я на нем играю и Рахманинова, и Чайковского. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА У меня мама профессора консерватории Ирины Шарапова, концертмейстерского. А папа, он вообще философ. И получилось так, что она хотела сделать из меня певца. Ну, а певец, соответственно, не 5-6 лет, еще капелла даже чуть попозже. Поэтому пока был период с самого такого детства, надо было на чем-то начинать. Я начал на рояле в 4 года играть. И потом в 5 я встретил Асёка Асёна-Боросян, профессора по арфе. И она говорит, о, мальчик замечательный, чей мой? Она говорит, вот его давайте за арфу. Вот меня посадили за арфу, и через 2 месяца я уже играл на сцене. С юных лет Александр Балдачев участвовал в международных конкурсах арфистов и чаще всего побеждал. Однажды на конгрессе арфистов в Женеве далантливого музыканта обратила внимание знаменитая арфистка Катрин Мишель и предложила 12-летнему Александру приехать для занятий к ней в Париж. Со временем эти занятия стали регулярными. Я помню момент, который я часто ставлю в пример, когда я спускаюсь, играю что-то, и вот на арфе такой есть момент, что когда нечисто ставишь палец, вот буквально на миллиметр он отходит из струны, призвук. Ну, он струны вибрирует, и вот звучит такой бзынь. И она говорит, Саша, ты играешь с призвуками, сыграй еще раз. Я начинаю, уже нервничаю, еще раз играю. Она говорит, Саша, ты опять играешь с призвуками, сыграй еще раз. Я играю еще раз, то же самое. Она захлопывает ноты, говорит, Саша, если ты хочешь играть с призвуками, это твой выбор, до свидания. И уходит из дома. Ну, вот, потом 12 часов я сижу со звезами за арфой, учу-учу-учу, прихожу, все нормально, она довольна, все замечательно, у нас прекрасные отношения. В 15 лет Александр Балдачев поступает в Академию искусств Цюрихи. Для него это были не только музыкальные университеты. В общежитие вошел в эту маленькую комнатку, где ничего моего нет, кроме того, что я приехал. Вот с тех пор я стал самостоятельным. А потом долгие 10 лет это было все такое, можно сказать, становление, потому что было сложно, были моменты, когда денег вообще не было, вообще ни копейки. То есть я не ел вообще в принципе. И в первые полгода я потерял килограмм 6-7. Ну и на нервах, и без денег. Но потом как-то нашел каких-то учеников, нашел какие-то такие заработки профессиональные, потому что вот какое-то такое правило всегда в голове стукало, что зарабатывать вот только вот своей профессией. То есть неважно, писать, играть. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Мы напрямую работаем пальцами, поэтому каждая вот мозоль, какая сухость кожи, все что угодно, она все влияет сразу на звук, моментально. То есть если у скрипача, у него все-таки это идет через волосы, у пианиста через громадный механизм, то мы напрямую работаем с арфой. И в зависимости от того, где мы играем, в таком месте струны, насколько много, извиняюсь, мяса мы туда кладем, соответственно, изменяется звук. И это настолько порою непредсказуемо, что сам даже играешь, играешь, ой, как такое получилось, и пытаешься воспроизвести опять. Или, наоборот, играешь на концерте, и вдруг одностроен он просто не прозвучал. Ну, вот так получилось. Поэтому, наверное, работа со звуком, это, наверное, самое сложное в общении с этим инструментом. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вот у нас появился проект Game of Tones. Изначально это был дуэт со скрипачом, мы начали играть фильмовую музыку, обработки для арфы и скрипки. Но мы расширяемся, сейчас работаем с художником Алексом Долем, он ученик Зурабе Царетели. Там у меня есть флейтистка и все остальное. Мы хотим вот создать вот такую, опять же, сферу музыкальную, в которой будут проходить абсолютно разные проекты. И при этом, ну, всегда там будет, конечно же, арфа и какие-то интересные вещи, которые абсолютно новые, может быть, даже провокативные, но что-то интересное, что двигает искусство вперед. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова